Весенние каникулы школьники Республики посвятили знакомству с театральным искусством. В гости к актерам пришли ученики первых классов столичной гимназии номер 5. Это не простой театр. Здесь актеры и куклы единое целое. Я вот думаю, хожу, размышляю, и моя кукла делает то же самое, потому что она работает вместе со мной, как у актеров говорят, через тебя на куклу. Спектакли, сказочки, налавочки и три апельсина, а затем мастер-класс. Это окно в удивительный мир искусства. Мне сказали, что это планшетная кукла, и сказали, как ей управлять. Мне очень сильно понравился спектакль. Просмотрев спектакль, я думаю, дети все-таки извлекли какой-то урок для себя, как нужно себя вести, как общаться с друзьями. Руководит театром ростовых кукол Надежда Валентиновна Алферова. Она народная артистка Чувашской Республики, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Именно 25 марта, в День работников культуры, она отмечает свой юбилей. Профессию мечты, как говорит она сама, получила в Ленинградском государственном институте театра музыки и кинематографии. И 45 лет отдала театру кукол. На сцене, ставшей для нее родной, актриса сыграла не одну сотню ролей. И неважно, главные они или второстепенные. Любая роль – это твое дитя, которое первозданное, которое рождается, которого лепишь сама же, как-то создаешь. Очень трудно играть положительную роль, да. Она всегда получается как-то вот, ну, значимой, да. Но мне нельзя хулиганить. А в любой такой эксцентричной роли, ты можешь любой хулиганить, можешь там ставить, что-то сделать. А в такой главной роли всегда идет по плану больше. Бывает, что роль не моя, и мне сложно, да. А вот бывает моя, и я в ней просто плаваю. Надежда Алферова не только замечательная актриса, но и талантливый режиссер в составе коллектива «Молодежь». От нее очень много можно всему научиться. То, чему нам преподавали в институтах, недостаточно. Приходишь к ней и начинаешь заново учиться. Помните такую сказку, где вылезала бабушка из окошка и говорила, мы сейчас вам сказку покажем раньше. Вот она вот представление вот этой бабушки, с нее все начинается. Энергичная, темпераментная актриса и сегодня неподражаема на сцене. Она живет этим и отдает любимой работе все. Подарить детям сказку, где добро всегда побеждает зло. Что может быть лучше? Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика.